В балетном мире о ней заговорили в 2002 году. Юная балерина исполнила на сцене Мариинки главную партию спектакля Ромео и Джульетта. Зрители приняли ее с восторгом, а критики в один голос заявили, что столь искренней и трогательной Джульетты они не видели уже давно. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Меня тоже Евгения зовут. Это вам. Очень приятно, спасибо. Смотрите, я попал точно в цвет вашего платья. Евгения Образцова родилась в Ленинграде в 1984 году. В 2002 окончила Академию русского балета имени Вагановой и в том же году стала солисткой Мариинского театра. В 22 года за роль Ундины получила высшую театральную премию «Золотая маска». С января 2012 Евгения служит в Большом театре. Многие думают, что балерины часто сидят на диете и совсем не едят сладкого. Сегодня мы опровергнем этот стереотип. Евгения Образцова согласилась приготовить для нас свой фирменный торт. Женя, а вы не могли пока бы рассказать для наших зрителей, что за торт мы будем готовить? Может быть, кто-то захочет его дома повторить? Ну, это вообще вот самый знаменитый торт моей бабушки, который называется «Зебра». Ага. Да, и как правило, очень сложно сделать его по-настоящему зеброй, чтобы полосочки получились ровно. А как он готовится, расскажите. Готовится он очень просто. Истыкаются коржи бисквитные, делается крем. Секрет крема не скажу, потому что это тайна. Если сейчас все полетит, мы тогда будем к этому готовы. Я даже не помню, когда первый раз я вообще что-либо приготовила. Мне кажется, что это было в Риме, когда я танцевала на собственных кастролях. Это был, по-моему, 2008 год. И была Пасха. Я собрала всех русских, которые были там, там были в труппе, артисты русские. И у меня было много знакомых. И пригласила их всех на ужин. Совершенно не знаю, что я буду для этого делать. Я просто так вот подумала, так, а что обычно готовит моя мама? Как она обычно это готовит? Не зная ни одного рецепта, я все-таки приготовила какой-то интересный ужин. И самым большим комплиментом для меня стало, когда муж одной моей подруги, которая была на этом ужине, сказал, Как она удивительно-то хорошо готовит. Спроси у нее рецепты, что она делает. А я ничего особенного не сделала. Просто следовала тому, как моя мама обычно готовит. И я вот решила, что буду иногда так друзей радовать. Вот. Так, тесто готово. Тесто готово. А пока займемся кремом. Моя первая встреча с Евгенией Образцовой состоялась в Мариинском театре. Она тогда еще танцевала в кардебарете. Я увидел, будто бы свет. В ней есть что-то исключительное. Она прекрасна, ее мысли прекрасны, и она настоящая артистка. Евгения способна отдавать свое сердце тому, что она делает. В 2006 году Ерлакот, известный французский хореограф, доверил начинающей балерине главную партию в спектакле «Ундина». Накануне премьеры она тяжело заболела гриппом, и два спектакля танцевала с высокой температурой. За роль Ундины Евгения Образцова получила «Золотую маску» – высшую театральную премию страны. Ну, это моя мамочка, вот она здесь вот танцует. Тоже в роли принцессы? Наверное. Какая-то золушка красивая. Это щелкунчик, розовый вальс. Да. А вот мы с ней вот, совсем я маленькая. Вы очень похожи. Да. Вот это, например, первая сценическая моя фотография. У вас здесь борода даже есть. Да, это гномики. Из балета «Золушка» Константина Сергеева. Вот в первом классе девочки и мальчики танцуют в этом балете. «Золушка» – танец гномиков. Это самый-самый первый, можно сказать, выход. Это первое крещение. Да, боевое крещение. А вот это я уже во втором классе танцевала балеринку. В семейном архиве сохранились уникальные кадры первых ее шагов на сцене. В балет девочку привели родители – артисты Михайловского театра. Они говорили Жене, если хочешь стать балериной, нужно научиться отказывать себе во многом. Слушайте, глядя на этот торт, мне просто не верится, что балерином его можно есть. Можно, конечно. Ну, осторожно. А вот скажите, если в еде вы не ограничиваете себя, вот в чем-то приходится себя ограничивать из-за работы? Из-за работы, да практически во всем, очень во многом. Вот певцам, например, наверное, нельзя пить холодное, потому что они могут заболеть. Вот мне, например, тоже нельзя пить холодное, хотя я не пою. Но я постоянно склонна болеть, поэтому если у меня заболит горло, я не смогу работать тоже. Поэтому я себе отказываю во всем, даже вот в том, чтобы попить холодный лимонад и, например, пойти гулять, потому что мне нужно беречь ноги, нужно сидеть, отдыхать. Пройти вот два или три километра я не могу, потому что на следующий день я просто не соберусь. Труд балетных артистов не зря называют не работой, а служением. У них официально всего один выходной в неделю. Уже много лет каждый день Евгении начинается у балетного станка. Мы недавно танцевали спектакль первый раз, и понятно, у нас очень большая разница в театральном возрасте, у нас большая разница в статусе, опять-таки театральном, и, конечно, разница в росте большая. Потому что ей приходилось ко мне прилаживаться, и Женя достаточно такой внимательный и думчивый человечек. Впервые Евгения Бразцова вышла на сцену Большого в октябре 2011-го в роли Китри в спектакле «Дон Кихот». Она выступала как приглашенная артистка и очень волновалась, как ее примет московская публика. Тогда Женя не могла и предположить, что всего через несколько месяцев она станет прямой балериной главного театра страны. Был уже некий рубеж для меня, работая в Мариинском театре 10 лет практически. Я уже подумывала о том, что нужно сделать какой-то серьезный шаг к перемене репертуара, места жительства и, может быть, к какому-то новому толчку творческому, который бы мне был сейчас очень необходим. И вот это вот приглашение, оно стало для меня своеобразным, чудесным разрешением всех моих проблем. Я получила новый репертуар, замечательный театр, лучший театр страны. А скажите, а вот большой, как вам кажется, это станет для вас каким-то, ну не то что новым этапом, новой школой? Безусловно, я очень много получаю здесь, в том числе и от своего педагога. Я стала работать с Надеждой Грачевой. Это была восхитительная балерина, преми-балерина Большого театра, которая вела весь репертуар, и она танцевала на высочайшем уровне. На таком же высочайшем уровне она и преподает. Репетиции – это и физическая, и интеллектуальная работа. С педагогом артисты не просто оттачивают балетную технику, но и работают над характерами своих героев, как драматические актеры. Они должны сыграть так, чтобы зритель поверил тому, что увидит на сцене. Считается, что если пианист не играет один день, он сам слышит, что он уже стал хуже исполнять. Если два дня, то его жена, если три, то уже зритель. А вот в балете, вот сколько вам нужно в день заниматься, чтобы чувствовать себя на все стопы? Ну, вообще, балет – это каждодневный изнурительный труд. Так мы записали в тетрадках, когда в первый класс пришли балетного училища. И эти слова на всю жизнь я запомнила. Работать нужно каждый день, по-многу и качественно. То есть бездумно работать, но много – это тоже не вариант. Нужно именно соображать и понимать, что ты делаешь. Балетный артист также. Пропуская день – теряет немного, пропуская два – теряет еще больше, пропуская месяц – естественно, выходит из формы окончательно. То есть наша профессия тем и сложна, что мы должны постоянно себя поддерживать в форме. Отдыхать будем на пенсии. Да, да, да. Это кадры репетиции нового спектакля в постановке Пьера Лакота. На этот раз он приехал в Москву, чтобы возродить легендарный балет Петипа «Дочь фараона». Евгения исполняет в нем главную партию. Вот этот костюм нравится мне больше всех остальных. Я объясню, почему. Это вот костюм дочери фараона, один из костюмов охоты. Просто мне нравится сочетание цветов. Казалось бы, вот разные пестрые кружочки, но они настолько хорошо сочетаются, настолько со вкусом выглядит эта пачка. А еще она удивительно красиво сидит на фигуре. Иногда сценические наряды Евгения придумывает сама. Специально она этому нигде не училась, но всегда с интересом наблюдала за тем, как работают художники в театре. И однажды предложила им свой вариант костюма. Этот костюм я от начала и до конца придумала сама. Сначала он родился в моей фантазии, потом я его нарисовала, сделала эскиз. И потом уже следила за тем, чтобы все было именно так, как задумано. Шили его мастера из Мариинского театра. Очень все профессиональные, все очень чутко отнеслись к этой работе. Кстати, у него есть тоже свои особенности. Он не совсем такой обыкновенный. У него вот такая сложная пачка. Она не только черная, но еще и вот такая бежевая. И вот эта вот многослойность, такой тортик, тоже на сцене играет. А этот костюм, моя гордость, этот костюм я называю парижская туаль. Потому что я всегда мечтала иметь костюм, как у настоящих звезд из Гранда Пера. И вот мне кажется, этот костюм похож на такой. А что здесь особенного в пачке? Здесь очень красивые камни, достаточно тяжелая, кстати, эта пачка. Но не хотела бы я ее облегчить, потому что здесь все ровно так, как нужно. А можно мне попробовать, насколько тяжелое это платье? Ух, ой-ой-ой! Ну, не настолько уж. Действительно, кстати, вес такой серьезный. Да, этот костюм гораздо тяжелее остальных за счет того, что в нем очень много разных тканей. Он зато очень красивый. Всего за полгода в «Большом» Евгения Образцова станцевала главные партии в спектаклях «Дон Кихот», «Анюта», «Жизель», «Спящая красавица», «Драгоценности». Одним из приятных сюрпризов для меня было, когда буквально еще несколько месяцев я только работала в Большом театре и была здесь по большей части одна. Как-то раз Алиса позвонила и сказала, ты знаешь, я где-то недалеко от твоего дома, можно я к тебе приду на чаек? И это меня настолько обрадовало, я почувствовала, что я совсем не одинока, что у меня есть такой друг, который действительно в любой момент может оказаться рядом. Алиса, вы помните, когда вы познакомились с Женей, когда ее впервые встретили, что вы подумали, какое она вам показалась? Да, конечно, я помню прекрасный момент знакомства самого, но у меня еще было предзнакомство. Вначале я просто залезла посмотреть, ну, что-нибудь, что за девочка. Посмотрела какой-то первый ролик Женины, мне стало интересно, думаю, надо же, такие глаза. Я думаю, я хочу еще посмотреть что-то. Так хорошо говорит, я еще посмотрю. В итоге я, по-моему, полночи провела, рассматривая Женины видеозаписи. Вот, я очень эмоциональная сама по себе, и я увидела в Жене отголосок своей эмоциональности и своей детской, в лучшем смысле этого слова, увлеченности. И я увидела вживую эти огромные глаза, огромные, это сейчас не про размер, естественно, речь, а про степень открытости миру. Огромные, открытые. И Женя почему-то так тоже, ой, я так рада познакомиться. Я всегда очень теряюсь, когда со мной кто-то рад познакомиться. Конечно, мне очень хотелось, чтобы Женя пришла ко мне в театр, посмотрела какие-то мои работы. На самом деле я хотела, чтобы потом она меня к себе пригласила, чтобы как-то были друзья в балетной сфере. И мы как-то стали действительно ходить, следить за творчеством друг друга. Я Жене очень благодарна, потому что ходить каждый месяц в большой театр, это мало кто может себе с удовольствием так вот позволить. До сих пор мне подруги мои звонят и говорят, а помнишь, как ты ее привязывала кушаком к стулу, чтобы она не выбежала на сцену? Ей было два с половиной года. Подожди, вы в два с половиной года уже брали дочку? В семь месяцев Женя. В семь месяцев уже все, она была в театре. В первый раз, да, в семь месяцев. Я оставляла ее... Другого выбора не было. Да, я оставляла ее с костюмером нашим, который нас одевал. Пока я выбегала на сцену на 10 минут, чтобы выступить, костюмер, женщина сидела с ней. А когда мы стали постарше, я и моя подружка, тоже дочка одной балерины из театра, мы уже праздно шатались по театру, уже никто нас не привязывал, потому что все рассчитывали на нашу ответственность, взрослость, но не тут-то было. Мы взяли репетиционные пачки наших мам, и недолго думая, мы попытались одеть их нормально, но мы были еще, видимо, очень маленькие, и они с нас падали. То есть они... Тогда я думаю, ну что же делать-то, ну давай их-то на голову одень, точно на голову. И мы надели их на голову, вот так, как абажуры. И думаю, ну что делать, надо же идти на сцену, если мы так... А идет спектакль, идет действие, все. Мы недолго думая с Катей решили пройти по заднику, но не за освещением, а перед ним. Пашики, пашики. И в момент, когда идет действие, вдруг на заднем плане, на прекрасном там изображении деревни, появляются два стога сена гигантских, и вот так вот медленно дефилируют по заднику. Это были мы. После такого дебютного выхода маме пришлось объясняться с администрацией театра. Правда, о балете Женя тогда не думала. Она мечтала стать драматической актрисой. Фаина Раневская считала, что балет – это каторга в цветах. Вот вы согласны с этим утверждением, и приходилось ли вам заставлять Женю работать? Ну, то, что каторга в цветах – это точно совершенно. А заставлять, ну, немножко пришлось. Все-таки 10 лет, 11, ребенку не хочется стоять у станка. Ну, представьте, вот 10 лет человека маленького заставить заниматься каторгой. А Женька вот под любым предлогом, она там поднимала руку и убегала из зала в туалет попить или еще что-то. Вот. Ну, в общем-то, не очень так усердно она начинала свой путь. Первый год, вот так скажем, даже, может быть, полтора года, я, конечно, грозилась все это все брошь. Ну, это бы скорее такое детское было, вот. Потому что я не понимала, зачем меня вдруг заставляют так сильно стараться и работать. Ради чего? И только когда я получила довольно плохую оценку в конце первого класса, и родители, я помню, как сейчас, мы ехали домой, спускались в метро, и папа сказал, знаешь, моей маме, знаешь, ее нужно забирать, ничего не получится. Бесполезно, это вообще без... И вот это вот бесполезно, бесполезно меня так, ну, так меня задело. Я так на папу посмотрела, говорю, так, хорошо, ладно, посмотрим, что бесполезно. И мама меня отдала вот к Николаю Ивановичу Тугунову. Он просто, откровенно говоря, бил по ногам, так вот жестко со мной обращался. И вот этот подход, он, то есть он смог донести до меня, что если ты сейчас все это пропустишь мимо ушей, то потом это все бессмысленно, бесполезно, ты уже не нагонишь. И вот эти жесткие занятия, они совсем изменили мировоззрение вот тогда, на тот момент. И когда я получила самую высокую оценку в конце второго класса, я поняла, что такое удача, успех, и вот как я чувствую себя намного лучше, когда я лидер в классе. Дальше меня было уже не отчунуть от станка, я за него в цепи, просто стояла. Занималась, работала, мне уже говорили, успокойся, девочка, не надо столько. Я говорю, нет, 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 сейчас еще, еще. Я вот так вас слушаю, и вы и шлете, и готовите. И вы безумно талантливы, и у вас, по-моему, идеальная жена должна получиться. Никто еще не делал вам предложение? Хороший вопрос вы задали. Наверное, пока что еще мне нужно немножко послужить балету, прежде чем я займусь, наверное, главным призванием женщины, семьей. И дай бог встретить такого замечательного человека в своей жизни, который бы смог понять меня и мою профессию. Но для меня, конечно, профессия с тех пор отойдет на второй план, потому что я считаю, что ничего нет важнее для женщины, чем семья и дети. Вот, но пока что на сегодняшний день, наверное, принадлежу всецело все же еще искусству. Ждем принца. На белом коне. На белом коне, да. Вы не могли бы включить свет? Я не говорю по-русски. Ее детская мечта стать актрисой сбылась. В 2006-м французский режиссер Сидрик Клопиш пригласил Евгению на роль начинающей балерины в свою картину «Красотки». Здравствуйте. Я говорила там про свет. Потому что мне нужно немножко поработать. Совсем чуть-чуть. Я вас не понимаю. Извините. Солнышко. Солнце. Солнце. Закат солнца? Закат солнца. Свет. Ясно, ясно. Вам нужен свет. Хорошо. Конечно, извините. Я абсолютно всерьез не воспринимала тогда, что я снимаюсь в кино, что вот я должна выполнить какую-то актерскую задачу. Роль несложная. Я выучивала текст и старалась просто представить себя в определенных обстоятельствах. Когда я смотрела этот фильм на премьере в Париже, я готова была провалиться сквозь землю. Насколько мне не хотелось видеть себя, насколько я в этот момент осознавала, что вот дайте мне сейчас это все сыграть. Я попытаюсь как-то, ну, более, что ли, разумно подойти к этой роли. Я вот тут скажу как-то спокойнее. А я говорю скороговоркой, потому что волнуюсь. Или еще что-то. Или там много жестикулирую, потому что не умею выражать свои эмоции словами спокойно. То есть мне нужно обязательно что-то руками показать по привычке, по балетной. Спасибо большое. Я немножечко, совсем чуть-чуть поработаю. Я Наташа. Я Вилли. Вилли, спасибо большое, Вилли. Пока. Алис, как вы, как актриса драматическая, оцениваете работу Жени? Ой, не оценивайте мою работу. Я не могу быть объективна. Ну, как, на Женю невозможно смотреть, не улыбаясь. Женя хорошо выглядит на экране. Именно в силу того, что она очень искренний человек. Это то, что экран чувствует, что камера чувствует. Многие люди начинают бояться чего-то, зажиматься, закрываться. А Женя вот остается собой в самых разных обстоятельствах. И перед телевизионными камерами, и перед кинокамерой. Привет. 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 Хорошо танцуешь? Хорошо. Да. Спасибо. Понравилось. Я танцевала. Тебе понравилось. Очень-очень хорошо. Да, понравилось. Ты понял. Спасибо. Пока. Пока. На сцене Евгения Образцова может быть и задорной китрой, и коварной Адилией, нежной Жизелью и скромной Золушкой. Мне кажется, ей подвластна любая роль. Я очень хотела выступить в Лондоне, в театре Ковенгарден, и эта мечта осуществилась. А сейчас я имею такую мечту выступить в Париже, в театре Гран-де-Пера. И я надеюсь, что очень скоро она осуществится. А вот вопрос, она обратно что называется. А есть у вас сейчас какой-то страх? Чего вы боитесь? Ответственность для меня возросла. У меня есть определенный статус, примем балерины Большого театра, который тоже обязывает, ну, наверное, делать меньше ошибок и больше от себя требовать. Не то чтобы это был страх, но, наверное, какая-то большая ответственность, чем была раньше. Перед выходом на сцену, перед тем, что я должна оправдать надежды не только свои, но и своих педагогов, и людей, которые на меня рассчитывают, каких-то руководителей, тех, кто что-то делает для меня и на меня надеется. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что впереди у Жени еще много замечательных ролей. И она обязательно покорит Париж, о котором мечтает. Иначе и быть не может. Ведь в любом деле Евгения не позволяет себе и малой небрежности. Мне кажется, что если бы она выбрала не балет, а любую другую профессию, то все равно была бы в ней лучшей. На сегодня все. С вами был Евгений Кривцов. Мое личное время всегда принадлежит вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok